золотые мои сегодня только открыл на своем основном канале ролик про возможности что дескать наступило время возможностей что возможности гораздо важнее понтов ну как не только мне кажется выводы из бесед с умными людьми и мое собственное мироощущение смотрите стать ну тоже будет несколько дней назад потому что этот ролик вы увидите спустя какое-то время так вот забанил одного футсона сегодня футсон пишет мне как я вас понимаю я сам блогер потом господи неужели меня смотрят блогеры глянул целых четыре подписчика цел конечно блогер авторитетный солидный что целых четыре подписчика как он меня понимает как как он меня понимает он же блогер в моем понимании блогер это даже не количество подписчиков это вторично в моем понимании блогер это от пяти тысяч просмотров в сутки вот смотрит твой канал пять тысяч человек ну или пять тысяч раз два с половиной две с половиной тысячи по два раза зашли в эти пять тысяч просмотров есть есть еще на канале смотрите пять тысяч раз вот от пяти тысяч просмотров в сутки вот это да вот это блогер а если уж быть совсем точным формулировках то блогер это тот кто живет за счет блогинга я живу за счет блогинга я не ремонтирую автомобили я не шью сапоги не бегаю по побегушкам мне не дают распоряжение я ничего не выполняю никому ничего не должен я блогер я с этого живу когда я занимался литературой я точно так же не ремонтировал автомобиль не шил сапоги не бегал на побегушках не то ничем я могу вам помочь свободная касса и таких слов не произносил я писал прозу жил со своего литературного труда потому что я писать а чуть раньше я был юристом и опять таки не ремонтировал автомобиль не шил сапоги бегал на побегушках но не дальше суда не дальше зала судебных заседаний могут быть посылаем еще могут быть посылаем в налоговую в прокуратуру до мои места лежу за пивом уже нету за пивом уже шутишь уже заявление на стол до свидания блогер это тот кто живет за счет блогера за счет блогерства писатель это не тот кто пишет у нас много пишут сейчас к счастью все меньше и меньше сейчас все больше снимают а то при советской власти начали писать особенно лет двадцать назад стало популярным писать в литературу взвинулся всякое шоу пони артист это не тот кто корчит рожи или передразнивать другого кто умеет красочно рассказывать с анекдотами нет артист это тот кому платят за то что его смотрят кто играет на сцене или снимается фильмы а не тот кто но ты артист это не артист это фигеляр шут горохова как вот это все под нас под достало просто вот этот я тоже блогер писатель начинается после второй опубликованной книги первый книгу видит бог написать легче еще целина не паханые мысли не высказаны ты можешь щедро убрать из-за пазухи как сеятель как сеятель в поле кидать в своих читателей свои мысли которые ты думал которые еще никто кроме жены и мамы не слышал все это будет ново все будет свежося какой со второй уже значительно книгой сложнее ты уже в первой книге всего себя наизнанку вывернул со второй тоже сложнее после второй книги начинается писать а после 3 4 можно говорить о том что человек уже профессионально состоялась и каково мне было например читать на быдловетеранских окололитературных форумах я вот тоже писатель я тут кое-что написал это кое-что там буквально шесть абзацев ни в какое издательство его не взяли даже полы подметать но вот я тоже писатель тоже ставится на равную ногу хочется послать за пивом и сигаретами я тоже писатель хочет ну ты любезный пока иди сбега нету потом мне педикюр сделаешь сначала принеси мне пиво сигарет а когда я буду это все пить и курит не ты мне будешь делать педикюр так сказать приготовь пилочки все что необходимо для и вот этот я тоже блогер целых 4 подписчика вторым своим постом ну чтобы убедить меня что он блогер он дал ссылку на свой канал эта ссылка попала автоматом просто роботы youtube и ссылки блокируют попала на рассмотрение то есть она не попала в открытую ленту никто эту ссылку не увидел кроме меня но я понял что двух блогеров на одном канале будет многовато и блогер на моем канале должен быть один из 10 там блогер всем остальным разрешено присутствовать и аплодировать хуй плет этот был забанен потому что никакой это не блогер а хуй плет футсом мы его так себя называем футсом сделай мне педикюр после того как сходишь за пивом мир переполнен хуетой мнящий себя равным кентом просто мир переполнен хуетой двадцатитысячный сегодня узнал что и 13 тысяч из зарплаты и 11 тысяч из пенсий мир переполнен дешевый хуетой который платит хуевую зарплату блять но который еще смеет глаза поднимать я думаю что еще 10-15 лет и вы уроды будете снимать шапку перед человеком у которого такой ебальник как у меня то есть со щеками значит есть деньги на то чтобы жрать потому что у вас не будет денег будете сосать хую тузиков эти на любого мордатого смотреть как барина называть господин очень бы хотелось пожить вот так будешь ебасос вот такой и всякая хуета блять видно блять что ты хуета блять что ты худой весит весишь меньше ста килограмм в пизду нахуй блять все с тобой ясно ты футсом блять и жрать тени хуй блять иди в пизду нахуй хочешь денег блять почисть мне блять пиджак поднеси портфель еще чем-нибудь мелкую услугу окажи эти 10 рублей там 10 раз окажешь услугу блять то будет у тебя 100 рублей купишь буханку хлеба блять своим спиногрызом привезешь прожират вы все-таки блять дифференциации общества по цвету штанов крайне необходима тоже блогер я думаю интернет тоже устаканивается уходит гласность уходит демократизации демократии вернее анонимность скорую скоро идет из интернета анонимности каждого можно будет вычислить кто что и это в общем то хорошо потому что очень удобно писать гадости спрятавшись за никнеймом такой храбрец анонимный ну золотые мои что я хотел сказать неприятно это вот ей богу неприятно и хочется знаете просто хочется чувствовать себя господином в этот момент когда тебе какая-то хуета пишет блять что я тоже блогер у него 4 подписчика хочется чтобы он бегал за пивом и делал педикюр хочется чтобы вот пока Путин нами правит чтобы он блять вот все нахуй туда вниз блять вниз всю эту хуету чтобы она готова была оказывать услуги за пять копеек я это на зоне видел у меня пепельница стояла в бендике где я жил стояла пепельница так вот за то чтобы выбросить эту пепельницу нужно было у меня убраться я не убирался мужики убирались нужно было убраться потому что у них не было курева даже не было даже курева нужно было взять щетку прибраться только после этого курки можешь забрать потому что сигареты на зоне не просит никто никто тебе сигарету не даст дорого это слишком курить надо бросать вот я думаю что и здесь тоже заканчиваются бесплатные плюшки и скоро будут комменты такого содержания Андрей Вячеславович не нужно ли вас убраться в доме не нужно ли вам где-нибудь почистить не нужно избегать по мелким поручениям потому что голодаем не обязательно мне но другим блогерам будете писать я тоже блогер я тоже писать я тоже пишу и у меня тоже есть камера два мегапикселя хуй так не обращайтесь к нему слушайте меня и русской радио